Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Кушматова Дильдора Иргашевна. Сегодня прочитаю вам лекцию для студентов первого курса факультета высшего сестринского дела по предмету «Сестринское дело в обществе». Тема нашей лекции – организация медицинской помощи городскому населению, организация работы семейной поликлиники. Первичная медико-санитарная помощь по Всемирной организации здравоохранения – это удовлетворение потребностей населения, каждого лица, семьи и общины путем предоставления медицинских услуг при первом контакте с системой здравоохранения, комплексное обслуживание, приближенное к месту жительства и работе. Первичная медико-санитарная помощь – это система медицинских, санитарно-гигиенических и медико-социальных служб и технологий, обеспечивающая первичный контакт индивидуумов, семей и коллективов с медицинскими работниками. Функции первичной медико-санитарной помощи – Содействие снабжению пищевыми продуктами и рациональному питанию. Лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других неотложных состояний. Санитарное просвещение по актуальным проблемам охраны здоровья и способам лечения, включая профилактику. Профилактика местных эндемических заболеваний и борьба с ними. Иммунизация против основных инфекционных заболеваний. Санитарно-гигиенические мероприятия, в том числе достаточное снабжение брако-качественной водой. Проведение мер по планированию семьи, охране материнства, отцовства и детства, родовспоможения. Обеспечение основными лекарственными препаратами. Поликлиника – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению на закрепленной территории, на догоспитальном этапе. Поликлиники по номенклатуре делятся По организации, работы, объединенные с больницами, необъединенные, самостоятельные. По территориальному принципу – городские и сельские. По профилю – общие, взрослые, детские, стоматологические. Принципы амбулаторной поликлинической помощи. Участковость, доступность, профилактическая направленность, преемственность и этапность лечения. Участие в населении, соответствующая технология, межсекториальное сотрудничество и первичная медико-санитарная помощь. Основные разделы работы поликлиники. Лечебно-диагностические, профилактические, диспансеризация, санитарно-противоэкадемические мероприятия, прививочные мероприятия, организационно-методические, организационно-массовые. Участковый принцип. Работа городской поликлиники построена по территориально-участковому принципу. Территориальный терапевтический участок является основной структурной единицей поликлиники. На участке работают участковый врач и медицинская сестра. Число взрослого населения на терапевтическом участке составляет в среднем 1700. На педиатрическом участке число детей не должно превышать 800. А у врача общей практики должно быть 1500-2000 населения, куда входят и взрослые, и дети. В последние годы подростки до 18 лет переведены на амбулаторные наблюдения в детские поликлиники. Обязанности медицинской сестры общей практики. Выполнение профилактических, лечебных, диагностических мероприятий, назначаемых врачом в поликлинике и на дому. Участие в проведении амбулаторных операций. Оказание больным и пострадавшим первой доврачебной медицинской помощи. Организация амбулаторного приема врача общей практики, семейного врача. Подготовка рабочего места, приборов, инструментария, подготовка индивидуальных карт амбулаторного больного, бланков рецептов, проведение осмотра больного, предварительный сбор анамнеза. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещении, правила септики и антисептики, условий стерилизации инструментария и материалов, мер предупреждения постинфекционных и инъекционных осложнений, сывороточного гепатита, СПИС согласно действующим инструкциям и приказам, введение учетных медицинских документов, типы стационаров по виду лечебного процесса, больницы с высоким уровнем интенсивности лечебного процесса, это 9-10% составляет от общего коечного фонда, больницы-отделения, ориентированные на лечение плановых больниц, это 50-60% от общего коечного фонда, больницы-отделения, долечивания и медицинской реабилитации до 20% общего коечного фонда, и медико-социальные больницы или отделения, ОСПИСы, больницы-сестринского ухода 10-20% от общего коечного фонда. По виду, объема и характеру оказываемой медицинской помощи и системе организации работы городская больница может быть по профилю, многопрофильный или специализированный, по системе организации, объединенной или необъединенной с поликлиникой, по объему деятельности различных категорий, в зависимости от количества коек или коечной мощности. Основные задачи городской больницы – это оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи населению, внедрение в практику обслуживания населения, современных методов профилактики, диагностики и лечения больных на основе достижений науки и техники, а также передового опыта работы лечебно-профилактических учреждений. Организация и проведение научно-исследовательской работы и мероприятий по повышению квалификации медицинского персонала, развитие и совершенствование организационных форм и методов медицинского обслуживания населения и ухода за больными, повышение качества и культуры работы, санитарно-гигиеническое воспитание населения или пропаганда здорового образа жизни среди населения, преемственность в обследовании и лечении больных между поликлиникой и стационаром. Преемственность в обследовании и лечении больных между поликлиникой и стационаром, которая достигается. Взаимные информации между врачами поликлиники и стационара о состоянии больных, направленных на госпитализацию и выписанных из стационара. Активном привлечении врачей-стационара к участию в диспансеризации и анализу ее эффективности. Осуществлением специалистами стационара мероприятий по повышению квалификации врачей-поликлиник, совместной клинической конференции, анализ ошибок проведения, консультации и т.п. Взаимный обмен информацией между врачами поликлиники и стационара может осуществляться по следующим схемам. Направление выписки из амбулаторной карты стационар при госпитализации планового больного и выписки из истории болезни в поликлинику. Направление амбулаторной карты стационар при госпитализации планового больного и внесенной в амбулаторную карту в выписке из истории болезни обратно в поликлинику. Заполнение начальной части истории болезни в поликлинике при госпитализации, планового больного и возвращение в выписке из истории болезни в поликлинику. В структуру объединенной городской больницы входят администрация больницы, приемное отделение, поликлиника с лечебно-диагностическими кабинетами и лабораторией, стационар с отделениями по основным специальностям, отделение экстренной и неотложной помощи, патолого-анатомическое отделение, вспомогательные структуры и подразделения – это аптека, кухня, медицинский архив, кабинеты медстатистики и так далее, а также хозяйственная часть. Лечебно-охранительный режим. Это система мероприятий, направленных на создание оптимальных условий пребывания больного, стационаре, направленных на поднятие и сохранение его нервно-психического тонуса и скорейшее выздоровление. Сюда относятся соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня в отделении, создание достойных санитарно-гигиенических условий содержания больного, обеспечение рационального, качественного диетического питания для больных, борьба с болью и со страхом боли, правильное распределение больных по палатам, соблюдение правил медицинской этики и диантологии всем персоналам больницы, слаженная работа всех подразделений и коллектива больницы. Противоэпидемический режим зависит от профиля стационара или отделения и направлен на борьбу с возникновением и распространением внутрибольничных инфекций. Сюда относятся ограничение свободы перемещения больных по отделениям и посещение больных, строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, санитарная обработка больных и их одежды при необходимости, правильное распределение больных по отделениям стационара, строгое соблюдение правил антисептики и асептики, обследование плановых больных на догоспитальном этапе, разбор всех случаев внутрибольничного заражения и внутрибольничных инфекций и так далее, основные мероприятия по эффективному использованию коечного фонда стационара, правильное и равномерное распределение приема и выписки плановых больных по дням недели, максимальное обследование плановых больных на догоспитальном этапе и не дублирование проведенных исследований в стационаре, не выписывать больных досрочно, искусственно сокращая продолжительность пребывания в стационаре. Применение наиболее адекватных для данного больного методов диагностики и лечения, правильное определение потребностей в госпитализации и более активное использование возможностей амбулаторного лечения, более полное использование возможностей домов престарелых, домов инвалидов, а также костюзов. На этом наша лекция закончилась. Спасибо за внимание.